Джен Синсера. Не ной. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым. Издательство Эксмо, 2018 год. Глава 2а. Всеобщий разум. Существует много мнений и теорий о всеобщем разуме, который создал и продолжает создавать все сущее. Некоторые люди называют эту силу Богом, некоторые — душой, некоторые — просто чушью. Если вы относитесь к последним и хотите разбогатеть, я бы очень рекомендовала отложить скептицизм в сторону и попробовать развлечься с новыми знаниями. Дело не в том, что вера во всеобщий разум может помочь вам с деньгами. Я полагаю, вы и так в него верите, просто не отдаете себе в этом отчета. Судьба, удача, божественное вмешательство. Но по дереву-то вы точно стучали. Вы молились, когда ваша команда потихоньку проигрывала, или когда замечали красно-синие сигналы полицейской машины в зеркале заднего вида. Вы благодарили кого-то под названием Бог или недоговаривали фразу, увидев что-то поистине великолепное. Вы получали внезапное прозрение из ниоткуда. Я не знаю, что заставило меня остановиться у маминого дома по дороге с работы, но если бы я не остановился, то не узнал бы, что она упала. Вы явно видели что-то такое, чего не в состоянии понять, но оно было и происходило рядом с вами. Оно щекотало вам шею. Если в вас есть хотя бы осколок понимания, вы уже поздоровались со всеобщим разумом. Причина, по которой я распинаюсь обо всем этом, проста. Как только вы признаете, что вокруг нас происходит много чего, что мы не можем понять через наши пять органов чувств, вы сможете работать с мощной и безграничной силой Вселенной. Она состоит из энергии. Все в ней вибрирует, двигается, меняется и жужжит. Это верно как для видимого, так и не для видимого глазу. Этой книге, микроволн, вашей машины, кирпича, чипсов, слов, камня, музыки, маринованных перчиков – все очень сильно вибрирует. Но есть определенные частоты. И вот та частота, где находится разум, может помочь нам использовать любую информацию на пользу. Вещи со схожей вибрацией притягиваются. Поэтому, когда вы счастливы, благодарны, сфокусированы на хорошем, вы притягиваете высокочастотные вещи. Когда вы напуганы и ждете неудач, к вам стремятся низкочастотные вещи. Это называется закон вибрации. Как только вы поймете принцип его работы, вы сможете намеренно думать мысли той частоты, которой обладают желаемые вами вещи. И таким образом вы привлечете себя к ним, а их – к себе. Подумайте, как великолепно было бы выплатить ваш долг в 15500 долларов на кредитке, рассказывая себе снова и снова «Я так благодарен, что закрыл долги по этой карточке, что даже стою с трудом». Как было бы здорово выписать настоящий чек, рассматривать его и притягивать точную сумму денег на нужной частоте. Кроме того, это уменьшает сопротивляемость деньгам. Как только поверите, вы начнете чувствовать, что все так, как оно есть. Когда сопротивление вас покинет, вы попадете в естественное состояние, в поток. Ничто не будет сжимать или тревожить вашу энергию, и тогда Вселенная сделает для вас все возможное. Мы живем в мире, запрограммированном на фразу «Я поверю, когда увижу». Это немного безумно, потому что существует огромное множество бесконечных возможностей, которых мы никогда не увидим. Таким же образом мы не видим электричество и гравитацию – две вещи, серьезнейшим образом влияющие на нашу жизнь. Мало кто понимает, но отрицать их никто не смеет. Всеобщий разум и закон вибрации столь же реальны. Вы верите в гравитацию и не свешиваетесь с крыш. Вы верите в электричество и не суете пальцы в розетку. Вы не понимаете процессов, но согласны играть по правилам. Как только вы начнете чувствовать работу закона вибрации и углубите свои отношения со всеобщим разумом, вы тоже поверите в их силу, хотя и не поймете их до конца. Чем сильнее вы подключены ко всеобщему разуму, тем выше ваша частота. Вы можете коммуницировать с ним двумя путями – при помощи исходящих и входящих мыслей. Исходящие мысли Мы – единственные существа на Земле, наделенные силой сознательного мышления. И мы используем ее, чтобы изменять свою реальность, показывая всеобщему разуму, как должно быть. Всеобщий разум создал все, что есть, и создаст все, что будет. А мысли – способ использовать волю, чтобы общаться со Вселенной и строить жизнь. Если вы посылаете мысли вида «я не смогу поехать отдыхать, и я не вижу, как ситуация может исправиться», Вселенная говорит «ясно, вы не можете этого себе позволить. Ну, раз так, оставайтесь дома». Таким же образом вы сможете исправить ситуацию, переборов себя и отправив запрос на то, как все должно быть. И я действительно имею это в виду. Вы можете представить себе что угодно, что уже существует. Знаю, звучит безумно, но послушайте меня. Вся информация, физическая и духовная, берет истоки во всеобщем разуме. Откуда появились ваши мысли? Где тот цветок, что произрастает из крошечного зернышка? Где та реальность, в которой вы удваиваете доход, создав фирму по производству одежды для кошек? Все это существует в духовном мире, и только от нас и нашего разума зависит, как это все скажется на физическом плане бытия. Если вы можете придумать что-то, это уже существует, поскольку источник один, то существует уже даже не просто в вашей голове, а на физическом плане бытия. Этот концепт заключен в книге из 3897 страниц, а также в коврике для молитв и ведре отвара для медитаций. Но ради нашей работы с вами я дам вам краткую версию. Ваши мысли, а не та информация, которую вы получаете благодаря пяти чувствам, диктуют правду. Поэтому если вы сейчас живете в подвале матери и работаете в Макдоналдсе за 8 баксов в час, но фиксируете свой внутренний взгляд на собственной куриной ферме и кадиллаке, ваша правда — это ферма и кадиллак. Ваши мысли говорят всеобщему разуму, что пора переобустроить вещи. И сделать это нужно так, чтобы ваши желания выражались в физической форме. Вам придется научиться видеть и получать новое, но об этом мы поговорим позже. Они запустят ваши эмоции, вы начнете действовать, и реальность станет меняться. Именно так люди в колясках забираются на горы, а выросшие за чертой бедности становятся богачами. Они считают мысли абсолютной правдой. И неважно, какое отношение эти мысли имеют в действительности. Эти люди используют доступную всем нам силу, чтобы создать желаемое. Они успокаиваются на том, что их окружает. Невидимый мир создает мир осязаемый. Владение разумом богатства — это выбор. Вы думаете про деньги и вашу реальность так, чтобы богатеть, а не оставаться бедным. Входящие мысли. Вселенная постоянно показывается нам. У нее чашка кофе в руке, она хочет обсудить дела и помочь. Она соединяется с нами через интуицию. Я просто знаю где-то внутри себя, что должен купить этот дом. Не важно, что он стоит намного больше, чем я хотел бы потратить. Это все равно правильный поступок. Через синхронистичность. Интересно, что случилось с Шерон с тех курсов готовки? О, смотрите-ка, она мне звонит. Через вдохновение. Ну-ка, послушай эту идею для классной песни, которая свалилась мне на голову из ниоткуда. Через желание. Я знаю, что я должен быть морским биологом, хотя я никогда не видел океан. Через совпадение. Я открыл книгу на идеальной странице. Это то, что мне нужно прочесть. Через любовь. Глубоко внутри я знаю, насколько я прекрасен. Если вы действительно намерены надрать задницу всем в этой жизни, усильте связь со Вселенной следующим образом. Научитесь утихомиривать разум и получать информацию, которую он пытается вам сообщить. Считайте, что эта информация, так же известная, как ваша интуиция, дает ответы на все вопросы, которые вы ищете, несмотря на их суть. Сдайтесь и поверьте, что когда вы смело отправляетесь в неизвестное, Вселенная вас защищает. Поверьте, вам пока не нужно знать того, чего вы не знаете. Вселенная поведет вас за собой. У нас всех есть возможность пользоваться силой Вселенной при помощи наших мыслей. Если это все не пробудило в вас желание пойти купить плащ супергероя, я даже не знаю, что еще могу сказать.